Мы находимся на территории храмового комплекса, посвященного преподобному иконописцу Андрею Рублеву. Этот храм относится к святыням, начало возведения которых было положено в наше время. Это единственная столичная святая обитель, которая была воздвигнута в честь художника. Этот храм был построен для прославления человек-иконописца, который отдал всю свою жизнь на служение Господу Богу. К сожалению, до наших дней дошли лишь скудные воспоминания о его жизни. Нет никакой информации, из какой семьи произошел инок, но есть предположение, что его родители были высокопоставленными, образованными людьми, поскольку фамилии во времена его жизни обладали только представители высших слоев населения. Родился преподобный около 1360 года. С детских лет обучался живописному мастерству. Мог посещать Болгарию и Византию для получения образования. Высокий духовный опыт юноши, который отражается в его творчестве, позволяет с уверенностью утверждать, что он посещал святые земли, общался с духовенством. Жизнь Андрея протекала в эпоху трудных испытаний для Руси. Кровопролитных битв на Куликовском поле за свободу от татар, нашествий на племенников, пожаров, борьбы с полчищами Тамерлана. Возможно, эти тягостные события потолкнули юноши к избранию монашеского пути. Андрей Рублев удостоился чести быть канонизированным в качестве преподобного только в 1988 году. Только представьте, это первый в истории церкви храм, который был построен в честь художника. Проект белокаменного храма в Раменках был разработан в 2008 году в мастерской известного архитектора Михаила Филиппова. Высокое качество проекта отмечено Искусствоведческой комиссией при Московском епархиальном совете, градостроительным советом и общественным советом при мэрии города Москвы. Храмовый комплекс включает в себя Центр по изучению и современному развитию принципов древнерусского искусства, музей, иконописную мастерскую и художественную школу для детей и взрослых. 24 октября 2008 года произошло долгожданное событие – закладка первого камня. Именно в честь этого был устроен праздник первого ковша. В том же 2008 году подрядчики вышли на площадку и через два года завершили строительство цокольного этажа с нижним храмом. К ноябрю 2010 года было закончено возведение цокольного этажа. Затем был перерыв. Община собирала пожертвования на новый этап работы. Стройка возобновилась только в 2012 году. 26 марта 2016 года состоялось историческое событие. Наш храм посетил советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла по вопросам строительства и куратор по возведению в Москве 200 храмов, депутат Государственной Думы Владимир Иосифович Ресин. Важным этапом возведения и прихода явилось то, что благодаря усилиям общественности, неравнодушных граждан и самих прихожан, в марте 2016 года строящийся объект был включен в программу, реализуемую правительством Москвы – 200 храмов. 16 июня 2016 года в строящемся приходе произошло историческое событие – подъем купольного креста и самого купола на здание храма. Конструкция в 16 тонн была выдружена на крышу собора, и это действие приурочили к престольному празднику в честь Андрея Рублева в Раменках. 30 апреля 2017 года на звонницу храма были подняты, освященные настоятелем храма Андреем Голохиным, позолоченные купола и кресты. К октябрю 2018 года, то есть к 590-летию со дня смерти Андрея Рублева, все строительные работы в храме были завершены. А в 2019 году художники из мастерской дьякона Иоанна Коваленко продолжили роспись сводов храма и алтаря. Архитектурное решение внутреннего убранства церкви преподобного иконописца в Раменках навеяно мотивами архитектуры Троицкого собора Сергиевой Лавры, Спасского собора Андроникового монастыря и других крестово-купольных одноглавых храмов XIV-XV веков. Храм Андрея Рублева в Раменках – единственная действующая каменная церковь в честь святого иконописца, посвятившего всю свою жизнь служению Богу. Андрей Рублев получил мировое признание в качестве истинного мастера иконописи. Его имя вписано в историю мировой культуры. В советское время этому творческому человеку удалось привести многих образованных людей к церкви. Уникален храм и тем, что большая часть его служащих является выпускниками МГУ. Нестандартный подход физиков к вопросу строительства храма позволяет поднимать нестандартные вопросы на занятиях воскресной школы. Молодежного движения!